Всем здарова, ребят, меня зовут Тим, мы находимся в симуляторе боя с оружием, он же Viper Fight Tank Simulator. У меня сейчас на данный момент 10 лока открытый, буду копить сейчас уже скоро на 11, но я про это думаю отдельно видосик сниму. Сегодня, ребят, вкратце я расскажу, что, как, чего, зачем и почему. Максимально коротко попробую объяснить, показать и на что вы обращали бы внимание. Итак, ребята, это первая зона, здесь у нас, конечно же, сейчас проходит ивент, ивент уже идет, по-моему, 3 дня. И в каждое, ребят, 0-0 минут, либо в 30 минут у нас падают здесь яйца, высыпаются они. У меня на данный момент 200 яиц, и можно собрать в день максимум, ребят, здесь 40 яиц. Также, ребят, яйца могут вам выпадать с последней вашей зоны, либо предпоследней зоны, которые у вас открытые выпадают, конечно же, с мобов, с боссов. Также, ребята, если мы зайдем сюда, у нас здесь в яичке, видите, есть всякие награды. Давайте я вам так пролистаю, вы, в принципе, можете посмотреть. Самое крутое, конечно же, это какая-нибудь последняя, ребят. Ну, понятно, есть оружие, неплохие, в принципе. И также, ребят, в конце есть очень крутые, допустим, вот у нас есть ачивка, и также есть, смотрите, экстра. Здесь, скорее всего, бот, наверное, оружие. Если перевести, думаете, бот написано оружие, хотя я не знаю. Хотите, ставьте на паузу, переводите, либо заходите, смотрите. Также, ребят, у нас на каждой зоне, конечно же, есть какие-то обычные, да, мобики, боссы. И также есть более сильные, я вам еще покажу. Также, ребят, на каждой зоне есть яйцо, и здесь пишется шанс. Также, ребят, есть вот такие билборды, где вы берете задания, выполняете квесты, и тоже все очень круто, классно. Окей, ребят, как качать оружие. Но первое, то, что можете качнуть оружие, вы можете выбить и попросить, кто более прокачан, чтобы вам его качнули. Допустим, для меня сейчас, кто находится на сервере, это джут самый здесь прокачанный из своих ребят. Соответственно, если мне нужно будет что-то качнуть, я его могу, в принципе, попросить качнуть. То есть, можно, ребят, качнуть через трейд, попросить друзей более прокачанных. Но нужно, чтобы они, опять же, пооткрывали яйца на своей зоне. Допустим, это 10-ая, либо 11-ая у джута, допустим, 11-ая, соответственно, с 11-ой зоны. Но, опять же, ему будет сложно меня качать, потому что я уже 10-ка. Если был бы я на какой-то 5-ой, 6-ой зоне, то вообще было бы easy ему. Также, ребят, как качаться, есть у нас замочек. Конечно же, можно замочек снять со всех, в принципе. Ну, и также можно что-то заблокировать, если вы не хотите, чтобы это удалилось. Ну, не хочу, допустим, вот это, чтобы у меня зафьюзилось. Либо кому-то передавать не хочу и так далее. Что передавать, ребят, тоже, кстати, нужно изначально снять замок. Если у вас стоит замок, то вы не можете передать. Да-да-да, именно так и работает. Если, ребят, вы доверяете какому-то человеку, который вам прокачивает оружие, то, конечно же, давайте какие-то более сильные оружия. Если, смотрите, здесь 92-го уровня у меня 2.85, то здесь 97-го 2.59. И причем, при всем, она еще, ребят, у нас и шайни. Хотя вот это оружие, ребят, сниже зоны. Здесь 96-го у нас уровня, здесь 97-го. Но здесь уже, видите, потому что она шайни, в принципе, из-за этого она и идет чуть посильнее. Хотя на 97-м, скорее всего, у них будет урон одинаковый. Видите, какая разница 95-го и 96-го уровня. И, конечно же, чем выше зона, тем в любом случае оружие, ребят, вам падает сильно. Это, если что, вот у нас обычные ункомоновки идут с 10-й зоны. Можно попробовать зафьюзить. Как зафьюзить? Допустим, смотрите, мы нажимаем на оружие в то, которое хотим влить. Нажимаем фьюз. Можно выбрать вот так вот вручную. А если у вас много, то можно вот так нажать. И у вас все, соответственно, которые не заблокированы, улетят во фьюз. Нажимаем сэл. И, видите, у меня почти здесь ничего практически не сдвигается. Ну, вот досюда примерно. То есть, по чуть-чуть, потихоньку можно, в принципе, качать до пасхи. Конца качнем. Уже идет, в принципе, пасха. То есть, мне уже себя не так выгодно прокачивать. Мне выгодно прокачивать кого-нибудь, ребят, кто менее прокачан и есть на серваке. Также, ребят, трейд можно дать со второй зоны. Также, ребят, есть вот такой бассейн. Не знаю, как ходить, называйте. Здесь у нас прокачивается наше, как раз, умение ЦИМ, которое мы прокачиваем, ребят, с помощью ЦИМ. У меня сейчас идет адвантиш уже будет со второй на три. В принципе, я подготовил. Нужно 2 миллиона. Снизу пишет, сколько нужно. Адвантиш это идет, ребят, последнее. Первое идет там, НЭФ, как-то так называлось. Сейчас я вам покажу еще. Вот оно где-то у нас тут. Где-то было, 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 было до прошлом. Так, где? Вот. Через специал мы сейчас и посмотрим. Вот идет НЭФ какая-то, то есть, новый новичок. Вот, их можно менять, то есть, нажимать, снять, допустим, и вот, Эквип одеть. Если мы хотим вот это, опять же, что-то, допустим, не знаю, вот это одеть, то можно здесь так нажать, снять, одеть. И либо вот снять, допустим. Второе идет у нас уже, ребят, с вами, Джуниор. Здесь идет поинтереснее, потому что здесь есть еще вот такие пассивочки появляются, которые на ХП, на урон, либо на фарм, допустим, есть. Вот, плюс к фарму, допустим, если я хочу там пофармить, я могу ее, в принципе, одеть и пойти пофармиться. По АФК, да, здесь есть, ребята, официальный АФК. Ну, а у меня сейчас адвантиш, здесь они уже будут более сильные. Также, ребят, можно качнуть, как правило, качается максималка до шестого уровня. Но мы можем потом еще, вот, допустим, смотри, видишь, для примера, максимум левел 6. И сколько бы я ее сейчас не выбивал, она, в принципе, качаться не будет. Пока я вот сюда не нажму. И вот так вот не сделаю. И теперь, когда она на нее будет выпадать, она у меня будет еще дальше качаться. При каждой, ребят, прокачке у нас увеличивается наш, допустим, урон, либо какая-то процентовочка. Я, как правило, еще одеваю, ребят, на самый большой, в принципе, урон. Ну, понятно, здесь самый урон большой, 1.48 биллионов. Вот, видите, вот такая, очень-очень редкая. Есть, то есть, которые умения постоянно у тебя спамятся. Они, если что, спамятся вот автоматически. У них, у каждого свой откат. СД это, ребят, секунды. И также есть вот специальные, допустим, дамаги. То есть, я вот это могу, допустим, на босса снять, видишь? Да, босс данжер. При прохождении данжера, в принципе, можно одевать. Здесь все понятно. Здесь идут, ребят, у нас следующий идет геймпасс. Потом идет наш, если что, рюкзак. Если хотите активировать, то выбирайте, допустим, какой-то предмет, активируйте. Про эти яйца сейчас тоже вкратце расскажу. Здесь, ребят, у нас всякие ачивочки. Можете посмотреть что-то, почитать, попереводить. В принципе, повыполнить. А здесь у нас идет статистика. 21 час, я практически 22 часа в игре. Следующий идет рейд. Можно включить, выключить, то ли, либо только для друзей. Следующий, ребят, идет настройки. Музыка, авто, спелл, не знаю, нужно переводить. Что-то мап и денджер, наверное. Может быть автоматическое что-то. Кто знает, напишите в комментариях. Автолог у нас идет сразу же. Мы можем, допустим, сделать, нажать эпик. И если у нас выпадает эпический, он будет у нас сразу же блокироваться. Блокироваться, соответственно, мы его, допустим, не сможем кому-то либо случайно передать, либо удалить, либо, допустим, зафьюзить. Следующий, ребят, у нас идет автосел. Соответственно, это автоудаление. Если вы встаете АФК, хотите Легу Мистикал, либо Энтернал, вот этот Энтернал. Вы можете вот так вот сделать. Нажать автооткрывание, и у вас, допустим, будет открываться. Следующий идет у нас автофьюз. Я вот, если что, ребят, нажимаю сейчас на плюсик, да, и заходим сюда. Что нам нужно сделать? Так вот делаем, допустим. И то, что мы будем открывать, у нас будет вкачиваться в то оружие, в которое мы хотим. Если мы захотим вот в это, то в атаку. Вот просто следите то, что я делаю. То есть здесь нет вот этой стрелочки, вот она просто плюсик. То есть, допустим, хочу я вкачивать в это оружие, а потом кому-то подарить, да. То вот так вот делаем и все. И все то, что, ребят, у нас не под замком, будет вот в нее вкачиваться. Сейчас покажу, как это будет работать. Хотели с вами проверить 9.8к, да. Смотрим, давай, будем открывать и посмотрим, будет у нас сразу качаться или нет, как это будет работать. Бам. Так, выпало, отходим, посмотрим сейчас. 9.8к. Но их здесь нету. Так, давай посмотрим еще раз в настройках. Мало ли у нас автоудаление идет, автосел нет, выключен. Окей, значит, еще немножко подкрываем. Вот, что-то пишется как раз сверху. 9.8к. Так, подожди, может быть не все вкачивается, давай еще пооткрываем чуть-чуть. Может быть надо не трогать, оно будет само как бы вкачиваться, может быть не сразу вкачивается. Смотри, чуваки стоят на последней зоне, жестко бьют. Нет, смотри-ка, автофьюз почему-то не работает. Давай попробуем закинуть. Да, смотри, видишь, хорошо бы оно, оно бы прокачалось бы точно. То есть фьюзите как вот фьюз, можно все выбрать, можно что-то по одиночке. Так, нажимаем на синенькую и вот, у нас зафьюзилось. И снизу кодики. Кодики, ребят, все ссылки на кодики будут в описании. Следующий идет телепорт за 49 робаксов, я ни копейки не донатил. Следующий идет у нас автофарм официальный. Как он работает? Нажимаем шестеренку, мы, кстати, только недавно узнали, что она есть. Я думал, просто нарисовано для красоты. Рандом, ребят, это бот нападать на рандомного какого-то моба, босса и так далее. Мега, это бот на большого падать, сейчас покажу. И честа, айкью, это как раз идет у нас вот это ци. Инь-янь, это вот это оно у нас есть. То есть, бот их бить только. Можно стоять АФК автоматом и играться. Здесь у нас идет, ребят, мичи. Мичи, по-моему, вроде бы как дают за... Вот, можно, видишь, включить-выключить на М-ку, если что. То есть, чтобы выключить либо включить, М нажимаем английскую и все. Даются, по-моему, вот за эти умения. Как я заметил. Здесь идет рулетка, здесь мне выпал, если что, ребят, вот такой молот. Не помню, но на миллион с чем-то точно. Он чуть прокачан, но вот он выпал. Следующая, ребят, у нас зона идет, бамбуковая зона. Здесь у нас чего есть? А, у нас здесь есть шайни. Вот такая штука. Как делается шайни, ребят? Ну, во-первых, нам нужно зайти в свой инвентарь, где у нас мечи. Снять, допустим, замочки, то, что мы хотим закинуть. У легендарок, ребят, требуется, по-моему, вроде бы 5 штук, да. То есть, вот так вот мы выбираем. И когда будет 5, нажимаем Enchart, у нас чарится. У мистиков нужно, допустим, 4. А вот у таких самых-самых редких, их еще называют здесь секретки, нужно, ребят, 3 штуки. Вот увеличиваться, смотри, за 2.85 будет 4.28. Вот у меня вот такое, видите, сакура цветочек, ребят, сейчас как раз у нас у меня она в шайне. Следующий идет у нас как раз с вами Danger идет. Здесь есть, ребят, вот такие сундуки за прохождение Danger, прогрессов и так далее. Вот здесь вы забираете награды. Это я не разобрался, если честно, что дает красный сундук. Здесь у нас, ребята, есть всякие бусты, которые мы можем купить за сильвер. Я купил по незнанке, ребят, вот такие шестерочки. Вот чтобы мне, допустим, качнуть сакуру, мне нужно девяточку. Это с девятого яйца. То есть, каждая циферка, ребят, это каждое яйцо. Первое яйцо, второе, третье, четвертое, пятое, ну и также, соответственно, аналогично зонам. Вот сейчас максимально одиннадцатая. Здесь также продаются бусты, я их, в принципе, скупаю, да. Я тут и сюда, в принципе, трачу. Также, ребят, можете купить лего, допустим. Нет, допустим, черепахи не хватает, не хочу выбивать, взял, купил и все. Или открыл зону и пошел вот здесь, купил, допустим, вот эту лего сразу же. Пипу. Она, кстати, в чате очень часто падает некоторых чуваков. Здесь всякие бафики, ребят, не разбирался, можете поразбираться. Тавр также, ребят, можно скинуть вот эти, наверное, вот это как раз и идут, бусты, которые там можно купить. Можно, ребят, скинуть, допустим, на двадцать меньше. То есть, у меня сейчас восемьдесят пятый будет, босс могу скинуть до шестьдесят пятого и пойти качаться и накачивать себе как раз уже серебро. Максимально, честно говоря, я не знаю, но это точно можно посмотреть где-нибудь. Двести. Двести денджер это максималка. У меня восемьдесят пятый, чтобы вы понимали, всего лишь. Итак, ребят, вот у меня есть шайни. Мне нужно их, допустим, вот таких шайни пять. То есть, мне нужно из пяти сделать в шайни. То есть, пятью. Пять двадцать пять. То есть, двадцать пять лет мне нужно, чтобы вот сюда прийти с одним яичком. То есть, еду покупаю одно яйцо. Девятого как раз, откуда их выбивал. Делаю. И у меня, получается, с два пятьдесят девять будет на три восемьдесят девять урон. Это как вот увеличивают уроны, ребята, уже которые прокачаны. Следующий, ребят, у нас идет дракон. И на драконе у нас тоже есть наковальня. Где-то она у нас вот сбоку была. Здесь, ребят, у нас уже шайни плюс-плюс. Еще не разбирался, не доходил до этого. Кто знает, напишите в комментариях, что как для этого нужно. Хотя здесь, в принципе, пишется. Можете перевести. Он лишь шайни плюс шайни плюс. Получается, это, по-моему, у нас наш меч. Все, по каким-то, ребят, зонам у нас все, в принципе. Итак, смотри, как работают у нас теперь. Давай посмотрим, как автофарм. То есть, заходим. Для примера, мне нужны вот эти Q, то есть Chim. Я иду, конечно же, на зону ниже. И смотрю, как я здесь бью их. Так, за раз бью. Значит, отлично. Мне надо, допустим, Chim. Все, вот так нажимаю. Так, оп. Это можно закрыть на крестик. И у меня погнал качаться. Я поехал, допустим, пошел по своим делам. То у нас сразу же, ребят, вот сюда падает. Вот. Я вот на мешочек, видишь, нажимаю. То у нас сразу же сюда падает X2. Я настраиваю кликер обычно вот так вот. То есть, вот сюда. Клам и все. Потом опять вот сюда. Клам и все. У меня ходит, качается. И плюс меня еще и не реконектит. Через 20 минут в любой игре в робоксе, в принципе, может реконектнуть. Также ты можешь настроить, допустим, на мегу. Меги. Это, ребят, у нас большие вот такие боссы. Супер боссы. Вот они у нас. С них, как правило, чаще падают пассивки. И тем более, если ты их убиваешь за один тычок, то очень много шансов, что у вас выпадет пассивка. Но, опять же, в зависимости, ребят, от зоны. Допустим, как раз для Advantage у нас уже идут зоны. Ну, а рандом, соответственно, это рандом. Выйти просто вот на крестик закрывать. У вас оно все выходит само. То есть, смотри, вот эти Advantage, ребят, мне только может упасть с Infinity, с Трилэнда, Атлантик и со следующей зоны. Если я буду вот здесь, допустим, убивать вот таких мега, то мне будут, ребят, пассивки падать с Junior. Junior я, ребят, прокачивал, если что, в Монстре. Так вот стоял просто. И все, и прокачивался. Вроде бы, ребят, все рассказал. Если есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Все очень, как бы, просто. Все очень доступно. Все, всем пока. С вами был Тим. Оставайтесь всеми счастливыми. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok